всем привет меня зовут сергей гусев в новом канале теперь вы можете не только слышать но видеть меня и сегодня я продолжаю говорить о том как рисовать и писать и в этом видео как я обещал я буду говорить о том как написать портрет маслом и так вы видите есть холст размер холста 60 на 70 сантиметров и первое что я делаю я наношу рисунок углем это подготовительный рисунок его можно делать и углем и карандашом как вам удобно обычно делается углем но для этого нужны некоторые навыки потому что угли достаточно мягкий его немножко сложнее стирать с поверхности холста чем карандаш но при этом он гораздо более подвижный то есть вот можно смахнуть тряпкой день надо провести более толстую линию где-то тонкую линию наоборот где-то работать плоскостью если вы делаете тональный рисунок но я делаю такой линейный набросок почему же работе по разному но в данном случае мне удобно просто нанести и большие массы большие пятна силуэты и уже дальше начать писать я думаю если вы никогда раньше не рисовали не писали портретов то вам надо потратить больше времени и сделать более длительный подготовительный рисунок поверьте лишним это не будет но вот когда я делаю рисунок первое о чем я думаю это композиция и пропорции композиция означает что голова не должна быть слишком большой слишком маленькой она не должна быть слишком высоко или слишком низко слишком повернута вправо или влево также не забывайте что у нас не только портрет то есть голова но у нас еще и плечевой пояс это тоже достаточно большое пятно надо помнить о нем и компоновать вот эту всю полуфигуру в целом тогда не будет ошибок пропорции очень важны и они очень влияют на сходство если вы сделаете скажем высоту лба слишком большой или ширину носа или разрез глаз то поверьте сходство исчезнет потому что первое что мы видим это все-таки большие пятна и границы этих пятен поэтому когда допущены какие-то ошибки в пропорциях то пятно с расстояния кажется неверным то есть не похожим на этого человека потом когда мы приближаемся неважно к предмету или человеку мы видим больше деталей но первое впечатление мы получаем как правило с расстояния поэтому очень важно чтобы пятна смотрелись верно именно с расстояния когда мы смотрим вблизи наверное вы замечали нам кажется что ошибок нет и все идеально и прекрасно и очень похоже но когда мы отходим на определенное расстояние на 2-3 метра вдруг появляются какие-то ошибки непонятно откуда это происходит потому что именно с расстоянием мы видим верно большие пятна вблизи мы их не воспринимаем вблизи мы видим деталь деталь может смотреться прекрасно и закончено и великолепно сделано но если большое пятно не верно если границы пятна не верны если силуэты неправильные то поверьте деталь не спасет работу потому что именно пятна играют самую большую роль вы наверное видели какие-то этюды мастеров кит наброски где нет почти детали есть большие отношения цвет тон но есть сходство есть живопись и есть определенное такое живописное впечатление хотя нет деталей нет ресниц нет какие-то там детали волос или одежды все достаточно набросочно очень быстро сделано но при этом работает гораздо лучше чем какие-то некоторые фотографические портреты это происходит потому что тональные отношения верны цветовые отношения верны и потому что верны большие силуэты большие пятна не забывайте об этом когда вы рисуете когда вы пишете и постоянно смотрите на свою работу с расстояния отходите на два-три метра иногда можно отойти на 5-10 метров в зависимости от формата работы и если у вас большие отношения смотрится грамотно корректно то где-то детали даже не стоит заканчивать их можно оставить незаконченным это придаст некоторую такую дополнительную живописность работе не надо этого бояться вообще когда вы пишете когда вы рисуете то не забывайте смотреть на работу мастеров каких-то ваших любимых художников можно даже попробовать сделать что-то в похожем стиле в качестве задания вот сейчас я закончил рисунок вы видите что на самом деле особо детали там нету я наметил большие пропорции наклон головы небольшой присутствует и сейчас начинаю писать вы видите мою палитру я использую достаточно мало красок для портрета обычно 5-6 но на самом деле именно для головы для живописи головы можно использовать даже и 3-4 краски возможно я сделаю видео в ближайшем будущем где покажу это увидите что меня избелила титановые кадмий желтый охра золотистая сиена жженая кадми красный ультрамарин и умбра натуральные очень простые краски очень доступные на самом деле иногда меня спрашивают какие бренды красок я использую на данном случае есть по-моему там мастер-класс ладога иногда использую винзор и ньютон иногда я использовал маймари но мне не понравилось в общем разные я пробовал краски на самом деле базовые цвета основные всех одинаковые качество если не берете какие-то самые дешевые и абсолютно неизвестные фирмы то качество примерно всех одинаково все хорошие особенно у известных каких-то компаний и опять же земляные краски охра и умбра белил ультрамарин вообще никогда никаких проблем не встречал в качестве разбавителя можно использовать тройник такой универсальный разбавитель обычно он делает самостоятельно можно купить но игра не купал обычно его намешивал самостоятельно потому что иногда мне надо добавить больше масло на больше лака иногда больше пенина поэтому лучше смешивать самостоятельно зависит из того что вы хотите для подмалевка которую я сейчас не делаю в этом портрете но вообще если вы хотите вот учиться исследовать технологии то надо сделать подмалевок тут для подмалевка лучше использовать либо просто пенен либо пенен с добавлением лака домарного тогда краски не будут жухнуть и в подмалевке не надо использовать белила всегда говорю об этом не надо использовать белила потому что белила во первых долго сохнут во вторых белила делают краску непрозрачной и убивают интенсивность краски вы замечаете что если вы смешаете какую-то краску с белилой она станет такой немного мутным иногда грязноватый особенно коричневатые краски поэтому в подмалевках точно избегайте белил также старайтесь избегать белила в тенях потому что тени обычно должны быть прозрачными такой небольшой хитрый ход в живописи делать тени прозрачными очень легкими без белил а цвета нагружать писать их корпусно и тогда визуально получится такая ситуация что цвета выйдут вперед на нас а тени уйдут наоборот немного в фон и поэтому у нас объем станет более ощутим если вы посмотрите все те же старых мастеров особенно например рембрандта рубинса ван дейка вермира вы увидите что как правило тени остаются иногда даже просто в подмалевке также где-то фон остается в подмалевке иногда эти мастера писали несколько мазков буквально по этим подмалевкам и где-то как бы даже смотрится это закончено на самом деле такой скорее эффект и притом цвета и достаточно корпусно писали особенно если посмотрите рембрандта позднего рембрандта рубинса то это очень заметно в их работах и вообще не надо думать что старые мастера писали всегда очень тонко старые мастера писали корпусно достаточно пастозно просто лессировали цвета и поэтому они смотрелись более гладко на самом деле если подойдете посмотреть вблизи рубинсом вы увидите что мастер достаточно пастозные жирные и так давайте вернемся к нашему портрету вот я сейчас написал немного лоб где-то фон вообще есть очень много способов начинать вести работу можно от больших пятен можно вот детали в принципе зависит скорее даже от вашего вкуса и как вам больше удобно и чем больше опыта вы приобретаете тем лучше вы представляете как вы хотите написать каждую отдельную работу если вы делаете подмалевок то можно потом писать уже и от детали хотя я все-таки не люблю писать детали потому что работа немножко дробится в итоге и получается не живопись это раскраска то есть когда у нас есть рисунок причем очень часто современные художники используют для переноса рисунка разные технические средства например можно проекторы можно просто передавливать рисунок в итоге получается не совсем живопись на мой взгляд такая раскраска но я ничего против не имею и наверное можно попробовать все и такие способы в живописи тоже но мне кажется лучше начинать с каких-то больших пятен немножко абстрактных пятен немножко усиливать цвет и тепло-холодность вот увидите что где-то я подписал лицо где-то фон ничего не заканчиваю сейчас набрасываю волосы шапку где-то тени на самом деле я не особо думаю о цвете больше думаю о тоне то есть волосы должны быть темнее в тени шапка будет темнее в тени чем в цветах и так далее на самом деле примерно представляю что я хочу сделать и как бы я делал это более-менее осознанно если же вы начинающий и у вас нету опыта может ваш первый портрет то наверное не стоит так писать хотя опять же это дело вкуса если хотите пробуйте вообще когда вы пишете очень важно помнить как я говорил если вы видели мои видео об источнике света он все время существует ну естественно если у нас не темнота полная и этот источник света как правило свет солнца рассеянный и обычно пишется живопись при рассеянном свете солнца иногда при электричестве но лучший вариант все-таки рассеянный свет солнца и в данном случае тоже свет из окна и это означает что он придает всем плоскостям головы и одежды и вообще всем плоскостям которые повернут к свету придает холодные оттенки а тени становятся более теплыми это очень важное и основополагающее правило которое нельзя забывать оно означает что все те объекты и плоскости предметы абсолютно все что будет выше и ближе к свету будет холоднее и светлее все что дальше от света хотя бы чуть-чуть отворачивается от него будет теплее и темнее хотя бы чуть-чуть но будет теплее тем не вы сейчас увидите что лоб достаточно светлый и холодный щека боковая поверхность уже теплее она не черная естественно не темно-коричневая да но чуть-чуть темнее чуть-чуть теплее тоже будет с поверхностью носа с боковой тоже будет с глазничными впадинами они все отворачивают источника света становится чуть-чуть темнее чуть-чуть теплее это необходимо знать и когда вы пишете надо очень хорошо понимаете представлять свет вы пишете или тень на самом деле вы наверное встречали может где-то в литературе или тоже видео уроках просто интернете говорят там свет по 7 7 тогда на самом деле есть только свет и только тень нету какие-то промежуточных понятий есть свет и есть тень светах выделяют полутона и блики но это все свет просто так удобнее это понятие несколько упрощать то есть есть полутона да и есть блики блики это самые яркие цвета куда свет падает под первым углом полутона это все остальное чуть чуть более плотные цвета чем блики тоже полутона в тенях есть рефлексы рефлекс это отраженный свет который приходит в тени от каких-то окружающих предметов или поверхностей но рефлекс это тоже тень и рефлекс будет всегда темнее чем любой полутон то есть когда вы пишете вы пишите либо свет либо тень свет у нас как правило холодный свет ли тень теплая и темная четко это все представляете вы избежите очень многих ошибок сейчас я работаю над лицом немного мастихином ну это вообще не совсем у меня портрет мастихином но я обычно пользуюсь и мастихином живописи и кистями вообще мне кажется не стоит ограничивать свои возможности если вам удобно и если вам нравится то применяйте мастихин на самом деле достаточно удобно писать мастихином в начале где-то заканчивать кистью на таких тонких слоях иногда лессировках иногда просто таких тонких прописках корректировать форму чуть-чуть отрисовывая просто форму какими-то кистями небольшими синтетикой мягкой можно это достаточно удобно вначале можно мастихином опять же это дело вкуса наверное дело опыта я ничего против не имею но сейчас портрет находится в такой же промежуточной стадии я с одной стороны наметил наверное почти все части портрета и фон писал и шапку и наметил волосы и лицо в принципе можно где-то немного намекать на детали уже но пока я все-таки работаю мастихином и чуть-чуть эту форму корректирую все-таки не забывайте о том что есть форма головы форма головы у нас зависит от формы черепа как вы знаете и мышц которые лежат на поверхности черепа но основа это череп все-таки то есть кости кости никогда не меняются по крайней мере взрослого человека там у детей есть некоторые изменения с возрастом но вот у взрослого человека кости уже не меняются поэтому надо всегда опираться на костную основу мышцы могут меняться особенно мимические мышцы лица на то не мимические что при определенных эмоциях они приобретают несколько другую форму и меняется вооружение лица где-то появляются такие мышечные валики где-то кожные складки но вот в целом если вы помните о конструкции головы хотя бы об общих каких-то моментах о том что есть скуловые кости которые нам определяют ширину лица высота определяется у нас низом подбородка и верхом лобной кости и так далее то есть такие вот моменты если вы понимаете то скорее всего вы избежите больших ошибок в пропорциях если же вы опираетесь только на мягкие ткани головы то скорее всего особенно если пишется с натуры скорее всего модель все-таки так или иначе меняет немного выражения лица да человек может уставать скорее всего может допускать ошибки поэтому старайтесь опираться на кости и от начале рисунка устанавливайте пропорции именно по костной основе головы тоже касается и фигура если вы будете рисовать фигура то постарайтесь опираться на кости а не на мышцы потому что мышцы очень подвижные вот сейчас вы видите на этом увеличенном изображении как я пишу мастихийном краску я кладу достаточно плотно но не постозно на самом деле не очень люблю тонкие слои я считаю что тонкие слои необходимы либо в подмалевке либо уже в конце когда мы лессируем это далеко не всегда надо лессировать я тоже не всегда занимаюсь лессировками поэтому прописки лучше делать корпусно можно даже где-то постозно единственное что на лице особенно если это женское лицо постарайтесь избегать каких-то больших фактур это будет смотреться уж какая другая форма на лице немножко неправильно на мой взгляд то есть даже если посмотрите фешина то при его постозной живописи все-таки какой-то сильной фактура на лице не было все-таки и более-менее укладывал но опять же такие моменты вкуса я бы сказал кому-то нравится одно кому другое я видел и очень постозные портреты то есть гораздо постознее чем фешин и в принципе они смотрели тоже неплохо интересно но в зависимости от того что вы хотите там учиться или уже какие-то творческие работы делать итак я продолжаю вот работаю немного над лицом вот видите сейчас хорошо что ноздря до света ноздря достаточно холодный и для таких холодных я люблю использовать ультрамарин очень немного немного кадмия желтого но чаще использую кадмия лимонный белила разумеется и чуть-чуть сиену жены потому что если вы не будете использовать сиену жены то вы получите скажем так зеленоватую краску сиену все-таки делать свет более таким нейтральным он остается холодным но нет такой зеленоватой окраски в портрете все-таки я бы не стал допускать каких-то зеленых оттенков бы крайней мере когда у нас стандартное освещение вот эти вот плоскости которые сейчас пишу они все световые все повернуты к свету к источнику света источник света у нас находится сверху разумеется и вот все эти плоскости которые повернуты к свету видите что я пишу достаточно светлыми и холодными но вот например сейчас видите что боковая поверхность щеки находится в полутоне он явно темнее чем лоб вот быстро переводите взгляд с одной плоскости на другую и вы увидите что щека глазницы они гораздо темнее и плотнее чем лоб ну и теплее соответственно вот параллельно где-то можно поработать над фоном опять же мастихином я несколько прописал фон добавил каких-то более холодных оттенков вот в начале живописи на мой взгляд даже лучше делать цвета несколько более обостренными ну что особенно начинающий несколько бояться цвета бояться тона и вот если вы видели какие-то работы начинающих то рисунки как правило такие невыразительные плоские серые очень это происходит потому что нет тональных акцентов нету разбора по тону потому что голова в принципе любой объект до объемный имеет свои тональные градации то есть участки которые ближе к свету будут светлее чем дальше темнее но это не значит что есть только черное и белое этих оттенков миллионы и поэтому учиться их видеть хотя базовые оттенки большие которые создают объем то есть видеть блик какой-то вот такой яркий свет потом плотный полутон тень рефлекс это основополагающие моменты которые надо знать и что касается живописи той живописи начинающий бояться делать какие-то яркие работы но в данном случае ему скажешь она яркая да я немного усил тени и в конце я их спешу сделают все таки менее яркими но даже данном случае я бы не сказал что это яркий цвет просто чуть-чуть усилил тепло холодность вот тепло холодность очень важно живописи скажем так живопись это наверное процентов 70 80 может быть 90 это рисунок да а цвет это уже процентов может быть 20 максимум 30 и вот в цвете на самом деле у нас очень мало возможности добиться какой-то выразительности и тепло холодность это одна из них то есть вы сделаете лоб холоднее не просто вот белый не просто светлый а именно с явным оттенком холода даже если вы где-то чуть-чуть сделать его слишком холодным где-то чуть добавьте очень много кадмия лимонного или ультрамарина я думаю в начале это не так плохо мы всегда можем это смягчить в конце можем пролессировать переписать и так далее но вот если вы не будете этого делать если вы будете делать все одинаково примерно сереньким таким вот каким-то охра с белилами без тональных акцентов без цветовых акцентов то скорее всего результат будет такой невыразительный плоский скучный неживописный то же время если вы усилите эти цветовые отношения и даже где-то их оставить и ну где-то если вы слишком сделать их сильными то можно и списать все равно в результате будет живопись более интересную то есть означает что можно взять и например сделать какие-то цвета холоднее намеренно вот как сейчас мы в фоне где-то на шапке где-то может быть даже в лице какие-то сделать немножко теплее вот этот контраст противоположность теплого и холодного он сработает на пользу как тональные акценты есть светлое и темное и они очень важны иначе изображение будет плоским вот так и в данном случае вот сейчас я уже начинаю где-то работать такими тонкими кистями я использую синтетику вообще можно использовать и щетину синтетику как вам больше нравится для каких-то первых прописок можно и мастихин можно щетину чтобы создать такой живописный замес на холсте обрабатывать дальше лучше его синтетикой и добавлять немножко больше разбавители потому что если мы пишем мастихина вначале или щетины то поверхность становится такой немножко рельефный иногда это зависимости опять таки от индивидуального подхода каждого автора но может такое случиться что живопись будет настолько пастозно что тоже мешает тогда можно взять просто какую-то синтетику если краска еще не застыла окончательно и на разбавители я бы использовал просто лак с добавлением пенена примерно 50 на 50 я бы просто бы смягчил бы фактуру списал бы и чуть-чуть это бы на мой взгляд пошло на пользу изображение стало бы более целостным ну вот сейчас уже в основном голова большие отношения состоялись вы видите что есть у нас фон пятно лица она достаточно цельная то есть есть свет и где-то такие осколки теней чуть-чуть это глазницы над верхним веком чуть-чуть под носом ноздре где-то немного на волосах и под подбородком на шее тени тени как правило присутствуют таком небольшом количестве в портрете и они достаточно важны чтобы создать контраст нельзя их игнорировать их мало но не надо забывать них ну вот сейчас я работаю над глазом и как я уже говорил вот эта тонкая синтетика с острым кончиком тонкие слои краски на количестве разбавителя большом вот может где-то на ресницы даже постарайтесь избежать той ситуации когда рисую ресницы вы срисовываете каждую из них наверное вы видели такие работы там вот каждая волосина нарисована каждая ресница вот постарайтесь думать все-таки о живописности работы и равняться на старых мастеров и не говорю может быть рембрандта или рубинса можно смотреть саржанта цорна репина которые писали такие уж более свежие портреты частые тюдные просто прекрасные шедевры равняться лучше на них вы увидите что и там есть и ресницы и блики волосы но где-то по делу намеком но в общем это смотрится смотрится закончено если же будет просто срисовывать получится такое несколько открыточное изображение не уверен я что написано с большим вкусом конечно не хочу никого критиковать но также не хочу чтобы вы допускали большие ошибки поэтому постарайтесь избегать такого отношения к живописи только думать именно живописи не надо никому доказывать что там есть ресницы и сколько их намекните где-то просто пятно мазком достаточно будет поверьте лучше вот когда пишите глаз не забывайте что есть верхняя и нижняя века они лежат на поверхности глаза глаз представляет собой шар и веки находясь на поверхности шара приобретают сферическую форму то есть они тоже поворачиваются к свету и отворачиваются от света соответственно меняется их тон и цвет вот это важно тогда вы не сделаете глаза плоскими то же самое когда вы пишете склеру глаза она не просто белая она никогда не бывает белой потому что во первых у нее есть оттенок оттенок очень часто немножко охристый чуть-чуть такой голубоватый сероватый и склера также поворачивается к свету и от ворот света тоже становится светлее и холоднее и теплее и темнее видите любая объёмная форма поворачиваясь к свету и отворачиваясь от свет становится либо теплее и темнее либо холоднее и светлее вот это вот очень важно помнить и как я уже вначале сказал это происходит потому что весь источник света если мы выключим свет мы не увидим форму ну вот вы видите я работаю над веком как я уже сказал немножко добавляю свет она повернута к свету она холодная вы видите даже на этом изображении там есть какой-то несколько холодный оттенок ультрамарина я бы не стал их избегать оттенков где-то можно и усиливать вот тонкой кистью слегка корректируйте и не забывайте все время рисовать вот не думайте что у нас был рисунок на первой стадии мы его закончили благополучно забыли про рисунок вот не надо так думать рисунок мы сделали но в этом рисунке у нас какая была задача композиции пропорции мы не заканчивали никаких деталей мы тонально не разбирали его поэтому когда вы пишете все время думайте о рисунке о пропорциях об объеме тональных отношениях ну вот сейчас как вы видите в целом портрет близок завершению где-то можно намекнуть на деталь написать эту подвеску жемчужинку цепочку опять же не надо срисовывать все дословно именно намекните вот помните такую важную вещь что мы пишем портрет и окружение у нас главный портрет не делайте так что у нас будет главная подвеска и главное блик глазу или количество ресниц и волос у нас есть большие пятна и голова выражение образ человека да вот намекните сейчас где-то тонкой синтетикой чуть-чуть намекаю именно на форму вот на такую плеобразную форму этого достаточно не надо делать рефлексы там какие-то не надо плики пересчитывать какой-то может там орнамент узор не надо достаточно найти верный силуэт и верно тон и цвет не забывать вообще что цвет не существует без тона любой цвет имеет свой тон мы не можем сказать что это просто красный до красный и темный красный светлый и так далее то есть всегда относительно другого тона мы можем сказать светлый он или темный ну вот такой портрет получился надеюсь этот урок был достаточно интересен для вас и полезен делитесь этим видео подписывайтесь подписывайтесь на мой канал я гарантирую что скоро будет еще много новых видео полезных для вас всем спасибо за просмотр удачи вам в вашем творчестве вашей живописи и рисунках задавайте вопросы комментируйте постараюсь ответить всем спасибо и до встречи